Детское радио представляет Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина! Здравствуйте, Александр Сергеевич! Меня зовут Полина. Мне очень нравятся ваши сказки и стихотворения. Особенно, когда вы о природе рассказываете. Писать о природе – это точно ваше призвание. Классно же написали. Зимы ждала-ждала природа, снег выпал только в январе. Или вот это. Ах, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Я сама еще не очень хорошо читаю, но кое-что уже сама могу прочесть. Правда, сестра старшая мне немного помогает. Она читала, я учила. Она читала, я учила. Она читала, я учила. И выучила. Правда-правда! Это стихотворение называется «Туча». Последняя туча рассеянной бури. Одна ты несешься по ясной лазури. Одна ты наводишь унылую тень. Одна ты печалишь ликующий день. Ты небо недавно кругом облегала. И молния грозно тебя обвивала. И ты издавала таинственный гром. И алчную землю поила дождем. Стихотворение очень красивое. Как говорит моя мама, атмосферное. Только некоторые слова я не поняла. Например, что такое лазурь? Это то, чем торт сверху заливает. А при чем тут тогда туча? И что такое ликующий? И что значит алчный? Это как понимать? Объясните, Александр Сергеевич! Пожалуйста! Уважаемая Полина, объясняю. Слово лазурь не надо путать со словом глазурь. Глазурь — это сладкая заливка, которой покрывают десерты. А лазурь — это цвет такой небесно-голубой. Вы, Полина, еще спрашивали, что значит слово «ликующий». «Ликующий» — это значит «восторженно-радостный», «торжествующий». Теперь что означает слово «алчный»? «Алчный» — это значит «очень жадный». Может ли земля быть жадной? Конечно. Разумеется, это образное выражение. После засухи земля становится сухой, и когда, наконец, проливается дождь, она спешит напиться и с жадностью впитывает воду. Вот поэтому я и написал «И алчную землю поила дождем». Ну как, Полина, теперь вам все понятно? Теперь-то все ясно. Спасибо. Объяснили. И с днем рождения, Александр Сергеевич.